Одна из особенностей специальной военной операции на Украине, помимо военных и мобилизованных, в ней принимают участие и добровольцы. Люди разного возраста и разных профессий воюют с националистами, восстанавливают освобожденные территории, помогают мирному населению. Среди них и наш земляк Вячеслав Павшанов. Осенью 2022 года потомственный казак принял для себя решение встать на защиту интересов нашей страны и добровольно поехал в зону проведения специальной военной операции. По зову сердца, считаю, что это мой долг, я должен быть там. Просыпаюсь утром, он подходит, говорит, папа, к нам гости приедут. Со Ставрополя, отсюда, туда, оттуда. Говорю, а что там, какой праздник или что, ни с того, ни с сего. Ну, это я в армию иду. Как в армию? То есть специально, что папа там может быть против или что-то тому. А так он уже все документы подготовил. Все есть, ему надо сегодня идти, и я сегодня узнаю. На момент принятия такого решения у Вячеслава была хорошая работа, собирался жениться. Но отец не стал отговаривать сына стать добровольцем. Нет, я не пытался. Я знаю Славика. Славик по натуре такой боевой товарищ, самостоятельный. В начале Вячеслава отправили в учебный центр, расположенный на юге России. В течение месяца на Раевском полигоне он проходил необходимую тактическую, огневую, разведывательную подготовку под руководством опытных инструкторов в учебном центре Кубани. Форт Раевского. Это казачье подразделение. Занимается, специализируется спецназ, обучение проводится. Там подобрано все самое лучшее. То есть из вас за короткое время человек превращается в специалистов. Через месяц в составе отряда специального назначения БАРС-16 Вячеслав отправился в зону спецоперации. Выполнять поставленные задачи добровольцам предстояло в Донецкой области. Заступали на позиции, ходили, дежурили, то есть выставляли караулы и так далее. То есть воевали. Боевая обстановка неподалеку от населенного пункта Спорная в Бахмутском районе была крайне напряженной. Поселок был занят войсками в ВСУ. Шли постоянные атаки дронов Камикадзе. Однажды добровольцы из казачьего отряда специального назначения БАРС-16 обнаружили в районе Спорного батальонный опорный пункт ВСУ и нанесли по нему массированный удар артиллерии. Поставленную задачу взять высоту нужно было выполнить. Вызвался добровольцем. Экипаж составил на такой подобной машине. Мы зашли, составлял на 6 человек. Разведка хорошо поработала. Мы заехали четко на позиции и разнесли их просто быстро. Высота на Спорную. Участок был 400 метров. Это был тяжелый бой. Этот бой начался в 4 утра и этот бой закончился ближе уже к 12 часам ночи. То есть мы зашли на позиции довольно таки быстро. Потом они начали пытаться эти позиции забрать. То есть шла дуэль наших танков. Это был очень сильный бой. Это произошло 6 мая прошлого года. Первый бой Вячеслава и первое ранение. Так случилось, что этот штурм снимал корреспондент Первого канала. Да, был страх, но больше было адреналина. И как будто это было не со мной. Просто я понимал, что надо идти вперед и все, как бы не осознавая. Там получил тяжелое ранение, было сквозное плечо. А потом в госпиталь. Долгий месяц реабилитации. Вячеслав мог вернуться домой, к мирной жизни. Но он выбрал другой путь. Направили в Ахтубинск. Там вылечился. Потом оттуда направили в Сочи. Там до конца долечился. И потом опять в части. Именно тогда Вячеслав получил новую специальность. Прошел обучение по тактической медицине. Работал санитаром. Выносил раненых с поля боя. А вскоре стал командиром группы по эвакуации. Ее бойцы непосредственного участия в боях не принимают. Но от этого работа группы не становится менее опасной. Приходится работать не то, что там под огнем пуль. Больше под прилетами. Бьют. Работают. Враг работает. Кассетами. Фосфором работает. Полька работает. Бывают проходы, где снайпера работают. Приходится это все обходить. И при эвакуации учитывать все обстоятельства, чтобы это все обойти и добиться результата. Чтобы не своих бойцов не побоить. И того, кого помогаем. Кого вынести надо. Вытаскивают раненых из поля боя. Люди бывают по 100 килограмм и большим весом. Вот тащить такого человека. И по пахоте, по бояракам, на носилках 4 километра. Это бывает 2, бывает 4 человека берут эти носилки и тащат. Но они же не просто тащат. Там еще стреляют. И получается, именно там, где они находятся, вот группа их, они больше под прицелом, чем один где-то там бегает. Понимаете, что получится? То есть еще опаснее. Противостояние сторон может длиться от нескольких часов до нескольких суток. И все это время медики находятся рядом со штурмовой группой. Раненых вытаскивают из самого настоящего пекла. От их работы напрямую зависит, вернутся ли раненые солдаты снова в строй. А потому медик – одна из главных целей снайперов. Группа Пашанов обстреливалась много раз. Но они, рискуя жизнью, продолжали свою работу. На их счету тысячи спасенных жизней. Получил серьезное ранение парень. Это буквально месяц тому назад эвакуацию мы ему делали. Я прибыл на позицию прямо. У него была нога не то правая, не то левая. И правый бок пробитый. И с рта он прилег. У него шла кровь. С рта, с носа. То есть пробитый был бок. Я понял, что осколок прогулялся скрытый. Туда уже к легким. Я его приподнял. Перевязал. Сделал необходимые уколы. У него была большая потеря крови. Нужна была немедленно эвакуация. Я ему не давал спать. Потому что я понимал, если он задремает, то он уже может не проснуться. У нас были шансы его спасти. При этом шел обстрел. Тут касалось уже человеческой жизни. Несмотря на обстрел, мы просто взяли его и начали эвакуировать. Довезли успешно. У него откачали кровь. Он остался жив. В данное время он жив. Ну, вот, надеюсь, я погуляю вон у него на свадьбе теперь. Присутствие медика на поле боя добавляет бойцам уверенности, что помогут, вынесут, не бросим. Группа эвакуации спасает не только своих. В России так принято. Мы не только своих не бросаем. Мы вот вытащили хохла командира отделения. Он сдался к нам. Он 40 метров подошел к нашей позиции и кидал уже к нам гранату. Наступил на лепесток, ему рвануло ногу. И его же граната зацепила наших. Наши отразили атаку, отбили. А он потом попросился. У меня даже запись есть. И мы его забрали. Эвакуацию тоже проводил я. Ну, приехали, его забрали, эвакуировали. Проводилась операция такая. Как с ним потом обращались? Вежливо, корректно. Он был признателен, благодарен. А почему вежливо, корректно? Он же хотел гранату в нас скинуть. Ну, дело в том, что он уже получается пленный. Я не знаю, как это называть правильно. Это не то, что закон войны. Это, наверное, внутреннее, когда человек уже просится, чтобы его оставили в живом, и просится в плен. Хотя да, по-хорошему, если рассматривать, он шел нас убить. Но, однако, ребята при сдаче его взяли в плен. Это образец того, что есть человечность и очень даже серьезно. Воины России всегда были такими. Там, на передовой, никому в голову не приходит делить друг друга по национальному признаку. Сегодня плечом к плечу в зоне спецоперации представители всех народов России выполняют общую задачу. Они говорят на разных языках, соблюдают разные обычаи. Но родина у них одна. Одна на всех. У нас приезжали ребята, воевали из Дагестана. Чеченцы тоже с нами воевали вместе. Они тоже приходят и приходят в ВАР-16. Независимость какой, национальность. У нас цыган был, грузин. И тогда, если, то есть там национальности, по сути, она, наверное, не имеет никакого значения. Там воюют все вместе, национальности там не делятся. Там сплоченность. Люди пришли добровольцами, объединяет общая идея. Постоять за Родину. Команда – это когда есть взаимопорочка, взаимопонимание. Именно по таким законам живут бойцы в зоне спецоперации. Так всегда было в России. Делиться последним куском хлеба. Прикрывать в бою. Настоящее боевое братство. Работать по праженским прицелам – не самое страшное, говорит Вячеслав. Гораздо страшнее другое. Терять близких. Когда ты просыпаешься утром, все как будто хорошо. А вечером ты узнаешь, что человека уже нет. Это самое тяжелое. С тех пор, как на Украине началась специальная военная операция, жители нашей страны все вместе поддерживают своих героев. На собственные деньги люди закупают технику и снаряжение, отправляют в зону спецоперации одежду и продукты. Помогают не только самым необходимым, но и просто добрым словом, имеющим на фронте огромную ценность. Надежный тыл и доброе слово на передовой – на вес золота. Мы счастливы, потому что нам привозят не только медикаменты, привозят всякие вкусности. Мы испытываем радость, как дети радуемся. Нам привозят детские письма. Мне, например, писали там ребята Сочи, позывной мой дом. Вот они письма пишут, картинки рисуют. Просто испытываешь реальное детское счастье. У меня там ящик с медикаментами, и на этом ящике у меня наклеены эти письма. Читая детские письма, даже самые суровые бойцы с трудом сдерживают свои эмоции. У взрослых мужчин на глазах появляются слезы, и они прячут лица в ладонях, рассказывает Вячеслав. Но приходит час, и они снова идут в бой, проявляя при этом величайшие примеры мужества и героизма. Так в России было во все времена. Да, ничего не изменилось. Это все наше, это наша история, это продолжение нас. Я больше чем уверен, что наше потомство, оно останется таким же. Потому что мы это все передаем им. Это гены, это генетика. Конечно, конечно, боевой дух, да. Вот он же недавно ездил в Новороссийск и встречался с теми людьми, с которыми воевал. Представляете? И вот по разговору, там на фотографиях видно, что это же люди мужественные такие. Понимаете? То есть они не бросят, не уберут его. Сегодня Вячеслав находится в отпуске. Очень скоро он закончится. И доброволец вновь поедет на передовую. Каждая минута рядом с сыном для отца бесценно. Конечно, переживаешь. Ничего себе. На войну отправляешь. Только мечтаешь о том, чтобы живым вернулся. Срок договора истек. Вячеслав спокойно мог вернуться к мирной жизни. Остаться дома под родительским кровом. Но он принял другое решение. И через несколько дней снова уезжает в часть. Отец его не отговаривал. Никогда в жизни такого не скажешь. Мужчина должен быть мужчиной. И никогда не прятаться за спиной других. И отговаривать нельзя. Что давай, пускай, другие полагают. Наоборот, стеной надо стоять. Вот этому стеной стоять за свою страну, за свою родину, учат подрастающее поколение Вячеслав и его друзья, которые участвовали в спецоперации на Украине. В военно-патриотическом клубе «Пластун» города Черкеска они частые гости. Я хочу вам пожелать, чтобы вы выучили науку военного дела на пять. Чтобы вам было, если приспичит, прижмет жизни, защищать свою родину, вы это делали легко. Нам бы положить в пору возрождения России, говорит Вячеслав. Мы на стороне добра. Поэтому обязательно победим. Мы не только Россию отстаиваем, но и звание человека. Каким он должен быть? Каким его Бог задумал? Как так они победить? Это Россия. Она в свое время, Иван Грозный, в 30 раз увеличил территорию. И потом увеличили до Тихого океана. Могучая страна. Другое дело, многострадальный народ этот постоянно, понимаете, вот это вот жалко. А само государство, оно могучее, уважаемое во всем мире. Мы выставим до конца, мы победим. Однозначно победим. Молодые, сильные и отважные. Сегодня, как и все сложные времена, наши добровольцы на передовой. Они защищают родину, сражаются с врагом, самоотвержены и мужественны. Для меня это люди, которые, во-первых, защищают свою родину, свою семью. Они не боятся, они сидят на месте. И они не ждут последнего звонка, чтобы им позвонили и сказали идти. Они сами собрались, пошли. Я это очень сильно уважаю. Мы не можем говорить, как там, тяжело, не тяжело. Мы же там не были. Но для меня эти люди настоящие герои. У каждого времени свои герои. У нашего они такие. Для них долг, Родина, Отечество – не банальные слова. Они настоящие патриоты своей страны, матушки России. И быть с ним минутой тяжелых испытаний для них вполне естественно. Это по-нашему. На том и стоит Россия. Редактор субтитров А.Семкин